Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Она трактуется так. 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 В том числе и касательно вот этого древнейшего периода формирования государственности на территории Беларуси. Она трактуется так. 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 Это те точки соприкосновения этих двух видов источников, которые дают наиболее объективное понимание того или иного исторического среза. Вот в этом и вся суть нашей археологической работы. Ольга Николаевна, так что же такое нашли, что позволило говорить, что история белорусской государственности зародилась в IX веке? Ну и в продолжение вопроса, почему именно эта территория была взята? Оно понятно Полоцк. Почему не Туров? Объяснить это можно тем, что в районе Полоцка, в окрестностях Полоцка, в самой ближней территории, прилегающей к Полоцку и являющейся его округой, полоцкого городища, как любого другого городища на территории Белоруссии, не только Белоруссии, а вообще в любом месте, являлась зона, которая заселена была уже в VI-VII веке. И на Полоцком городище были найдены эти же материалы этого же времени. А что касается Туровского городища, то, к сожалению, раньше конца X века там материалов нет. И поэтому говорить о том, что они находились в разных условиях, Туров и Полоцк, изначально мы не можем, потому что Полоцк гораздо более ранее, с точки зрения еще племенной поры, до государственной, до городской поры. Вот уже когда и Полоцк стал центром раннегосударственным, и Туров стал центром раннегосударственной структуры, там, властей уже государственного порядка, тогда уже можно говорить, что они где-то уже параллельно развивались. Но так сложилась история, что Туровское княжество, оно присутствовало в качестве раннегосударственной структуры в составе Киевской Руси. А Полоцкое княжество – это особая статья. Это тот же государственный организм, который изначально на племенной основе формируясь у себя же, здесь же, на том же самом месте, и расширяясь, и приобретая уже признаки более высокого ранга, то есть статус государственной структуры, он уже начал оказывать такие шаги политические, которые показывают, что он самостоятельно действующая раннегосударственная структура, такая же, как и Киевская Русь, в состав которой вошли Новгород и Киев, как центры княжения. Ольга Николаевна, и всё-таки вот какая находка говорит о том, что именно в IX веке, в VIII веке зародилась государственность в Полоцке? Ну это что? Это какие-то поселения, это, наверное, какие-то материальные вещи, пощупать их можно? Безусловно, их пощупать можно. Они, во-первых, дают понятие о том, насколько это вещи важные для развития экономического в регионе, потому что экономика у нас всегда это база стабильности, база возможностей каких-то реализовать себя и внутри, и вне страны. Вот у этого региона были богатые экономические связи, путь из Варяга в Греки, там экономические отношения развивались, и много, видимо, находок. Вот как раз об этом я могу сказать, что как раз вот находка прошлого года, она особенно ярко подтверждает это понятие, что именно путь из Варяг в Греки формировался именно на нашей территории. Он формировался в Витебском подвенье, затрагивая, конечно, и зону Полоцкого подвенья, потому что они же рядом соседствуют. И мы нашли такой интересный памятник, как Кордон, о нём уже много писали, много говорили. Но даже до прошлого года, до находки Кордона, мы понимали, что на пустом месте такой рывок, такой толчок к развитию самостоятельности и такой основы, чтобы она всё время поддерживалась на протяжении ряда веков, без каких-то материальных подвижек не было. Поэтому искали, хотели найти подтверждение тому, что да, вот именно экономический потенциал был висок. К счастью, нашли и в 2016 году раскопали вот этот вот Кордон. Более того, можно сказать, что наша зона, именно белорусская зона перехода от Днепра к Двине, а затем далее к рекам на север, к Новгороду и в Скандинавию, эта зона была зоной активного взаимодействия юга с севером ещё с первых веков нашей эры. Об этом говорят и находки монет римского времени, которые, кстати, и на этом же памятнике Кордоне были выявлены. Потом находки арабского серебра IX века и VIII века и на территории Полоцкого городища, и на территории Кордона. Это тоже свидетельство того, что уже тогда вот эти связи были, и коммуникации развивались в разных направлениях активные. Потом находки кладов, шесть кладов монет и вещей, найденные между Оршей и Витебском. Они относятся к IX-I половине X века, в то время как та зона, которую всё время и в учебниках пропагандировали, и в литературе, что вот сложился путь из варяг в веки, из Новгорода в Киев, через Смоленские земли, через Гнёздово. Так вот там раньше X века ничего не нашли, по сей день. Понимаете? Ольга Николаевна, ну с вами могут поспорить историки Киева и Москвы об истоках белорусской государственности. Вы с ними консультировались, как-то советовались или это? Ну вы знаете, у историков в принципе не принято консультироваться или советоваться. Но спорить можно. Спорить можно, да, потому что каждый историк, он видит историю по-своему. Что касается нашей концепции, то мы с Денисом Владимировичем Дуком, в общем-то каждый поработав по своему направлению, он в основном по исследованию Полоцка, я по исследованию территории Полоцкой земли, пришли к выводу, что мы уже можем сложить наши наработки и выдвинуть их каким-то образом более стройно, концептуально. Заявив, что Полоцк, Киев и Новгород – это три политических центра, которые выросли и которые образовались на племенной основе, но тут Новгород, раньше у них было двоякое понимание. Одним придерживались нормандской теории и говорили, что вот призвали Рюрика, там в летописях об этом написано, и значит Рюрик способствовал формированию политической власти. Другие упирались и говорили, что ничего подобного он влияния не оказал, потому что были там материалы более раннего времени. Но на сегодняшний день, вот уже буквально последние десятилетия, те же самые исследователи, которые опровергали эту так называемую нормандскую теорию, они сейчас все в один голос говорят, да, Рюрик, да, мы вот пошли оттуда. И даже один известный киевский исследователь, он говорит, захотелось россиянам европейскость свою почувствовать. А вот что касается Полоцка, то кто Полоцком правил, местные? Относительно Полоцка, значит, ну, если я понимаю, что кто-то может сказать, так и в Полоцке тоже был Рогволотский. Первый вот князь, да. Но он, понимаете как, он не первый князь. Первый, о котором есть официальное упоминание. Вот, и, кстати, это уже относится к 80-м годам 10-го века. 980-го. А ведь мы говорим о том, что Полоцк, как и Новгород, как и Киев, они вполне по летописям уже проходят со второй половины 9-го века. Понимаете? То есть разница есть определенная на целое столетие. Так вот, кто же правил Полоцком целое столетие до прихода Рогволота? Кто-то же правил. Кроме того, Полоцк уже осуществлял некоторые действия такого характера политического, который не очень был приятен Новгороду и Киеву. А почему? Потому что вот это само летописное известие, что Рюрик раздал города своим братьям или там своим мужам. И это понятие трактуется как то, что посадил своих наместников вот в этих городах. На самом деле это не так. Посадил и раздал два разных понятия. Раздать это можно дать для сбора дани. То есть направление указать, что вот иди туда, там вот есть такой Полоцк. И собирай там дань в пользу Новгорода. Ведь Киевская Русь выплачивала варягам дань за Полоцк. Ой, не за Полоцк, а за Новгород. Уже когда существовало государство Киевская Русь. Очень долго для того, чтобы варяги не претендовали на эту территорию. Понимаете? А внутренняя, когда колонизация вот шла, ну то есть не колонизация, а присутствие варягов появилось вот в Новгороде. Конечно, они могли с окрестностей дань собирать. В том числе могли и из Полоцка. И любопытный момент. Вот смотрите. 862 год. Рюрик появляется в Новгороде. 864 год. Рюрик раздает города для сбора дани своим мужам. 865 год. Киевский князь Аскольд, тоже скандинавского происхождения, идет походом на Полоцк. Спрашивается, что он тут забыл. Но он пришел. Он пожег Полоцк. И, конечно, на этом все закончилось. Никакого Полоцка, никто, нигде нет сведений, что его взяли, что его под контроль определили. Понимаете? Но, тем не менее, интерес к Полоцку был велик, потому что Полоцк находился на очень удобном положении. На Двине. То есть он связывал запад с востоком, север с югом. Это такое было место. Водный путь. И привлекали его соседей с севера и с юга. Вот мы уже поговорили об экономической составляющей ранних государств. А какие еще признаки государственности были у Полоцкого княжества? Допустим, наличие определенной территории, монополия на легитимное насилие. Как там власть делилась? Исполнительная, законодательная? Как она там зарождалась? Насчет исполнительной, законодательной власти до начала XI века говорить не приходится ни о ком, потому что нет таких четких сведений. А что касается других рычагов, которые способствовали бы пониманию нашему, что это уже более высокая ступень, чем, допустим, период племенного состояния. Говорят следующие факты. Во второй половине, на рубеже VIII-IX века уже замечают исследователи Смоленской территории, что у них начинают пропадать балдские импорты. То есть перекрывается движение балдских товаров по Двине. Кем оно перекрывалось? Там появляется центр Полоцк, который уже не только просто центр небольшой округи, а центр, который чувствует свою силу и начинает регулировать какие-то отношения с соседями. Кроме того, в это же время на нашей территории, недалеко от ядра, скажем, полоцких владений, начинают появляться новые колонизационные центры кривичей полоцких, которые движутся в западном направлении, расширяя территорию полоцких владений. И вплоть до X века, вот до Браслова дошли, уже в начале XI века, Браслов, это уже мы полагаем, чтобы Вячеслав Полоцкий уже его поставил как пункт на западе, наиболее дальний, куда смогло продвинуться и укорениться полоцкое, вот это раннее государство, полоцкое княжество. Ну, на юг полоцкое княжество в середине X века продвинулось в район Заславля. Но замечек вот этот Заславский, он построен уже в конце X века. Гораздо позже. Тогда, когда Владимир отправляет своего сына из Слава в полоцкую землю, как бы быть наместником его. Он же не ожидал, что полоцкое боярство пригласит его сына на княжение в Полоцк, и что в связи с Слава уже опять возродится династия Рогволодовичей. Понимаете? Вот. Но факт остается фактом. Это вот все-таки политические, такие, казалось бы, отдельные камни, из которых строится весь каркас. Потом полоцкое княжество уже во времена Ярослава Мудрого увеличивает свою территорию за счет того, что, будучи в трудной политической ситуации, Ярослав Мудрый уже обращается к Бречеславу и говорит, будь со мной заедин. То есть давай мы с тобой на равных поделим, как бы, свой политический приоритет вот в этой зоне. И дает ему Менскую волость, дает ему Витебскую волость, дает ему Усвятскую волость. За счет этого сильно расширяется владение Полоцка. И вот эта территория, она уже достаточно велика. В конечном счете в XI веке ведет борьбу за Оршанскую волость уже Всеслав Полоцкий. Правда, у него не очень хорошо это все получается, потому что там его противниками являются Мономаховичи, которые владеют уже Смоленской землей. И у них начинаются вот конфликты на этой почве. Потом они продолжаются у его сына Глеба и так далее. Ольга Николаевна, спасибо, конечно, за такой урок истории. Серьезный, интересный урок истории. Поэтому я не удивлена, что вашей работой заинтересовался президент. Вот какой диалог у вас состоялся? Ведь он больше всех стоял, дольше всех стоял возле ваших работ. Ну, конечно, я очень благодарна Александру Григорьевичу Лукашенко за его внимание. Но, с другой стороны, удивляться нечему. Он ведь сам историк. И, конечно, я думаю, он неоднократно раздумывал над всеми этими вопросами. Ему тоже это все близко. Но главное то, что каждая страна имеет право на свои корни. И главное, что они никем не выдуманные. Мы, когда с ним разговаривали, то мы вот такими фразами обменялись по поводу того, что нам никому ничего не надо доказывать. Потому что оно все у нас есть в наличии. И я могла бы здесь часами вам шаг за шагом вот это все доказать и показать, как оно развивалось. Потому что тут выдумывать не надо. Не надо как-то вот что-то такое откуда-то вытягивать, высасывать. Поэтому очень обидно слышать, когда, допустим, говорят вам всего лишь 25 лет. У вас никакого государства никогда не было. Вы всегда входили в чей-то состав. Извините, вся Европа пережила такой путь. И мы не можем сказать, что в лучшем положении русские были, или в лучшем положении украинцы были, или какие-то другие народы. То, что литовское государство сейчас празднует свое тысячелетие, это тоже вопрос большой и удивительный. Еще нужно доказать. Вот, что государство тысячелетие, понимаете? Но тем не менее, мы всегда относимся с пониманием к другим странам. То есть мы понимаем, что должны быть истоки у каждого государства. У нас они есть, нам их не надо где-то искать. Тогда эти же нам спокойно тоже развиваться. Вот я хотела спросить, что президент также сказал, что все ваши доказательства, все то, что описано в ваших научных трудах, нужно вносить в учебники. А что белорусские учебники для школьников, в том числе, пишут сегодня? Где истоки белорусской государственности? Ну, еще в советское время у нас были такие небольшие заготовки, я бы их назвала, которые такими краткими фразами говорили, что вот первое государственное образование, это Полоцкое княжество, Туровское княжество. И вот это бездумно, вот эти две фразы, они проходят, проходят везде. Понимаете? И все. И, наверное, вот это и послужило основой тому, что на сегодня наш школьник, наш студент и просто житель Белоруссии не может сам себе и своим друзьям, своим родственникам, живущим в других сейчас странах, объяснить, что же именно сделало его белорусам, чем мы узнаваемы. А ведь мы узнаваемы многими вещами. Мы узнаваем, во-первых, тем, что наше стремление к политической независимости, оно прослеживается на протяжении многих веков, вот от того девятого и вплоть до того, как свершилось, как у нас вот свое уже государство белорусское, никем не оспариваемое на сегодняшний день, что оно существует. Потом вот это постоянство в развитии нашего белорусского региона, в экономическом отношении, несмотря на то, что у нас особых ресурсов ведь нет, таких, которые сегодня вот дают движение разным странам, да, вот, и тем не менее народ у нас очень такой трудолюбивый и благожелательный. Я не могу припомнить в истории Белоруссии, чтобы белорусы вдруг придумали идти на кого-то войной. То есть оборонительный характер на сегодняшний день, да, политика. Да, но это не означает, что мы должны всю жизнь смириться именно с тем, что мы вот только обороняемся. Мы можем, имеем законное право заявить о том, что мы вполне достойный, равнозначный всем другим народам народ, который понимает цену себе, знает, и ни в коем случае не будет всё время сидеть и смиряться, и смиряться, что вот нас там и так назвали, и так представили, и так далее, понимаете. Вот. Потом мы весьма толерантны относительно духовности. Ведь на наших землях имели место и православие, и католицизм, и униатство. И представьте себе, что мы вот эти все виды христианства пережили, и сейчас мы находимся в том же состоянии, что даём право свободного вероисповедания, и у нас нет таких вот острых конфликтов на этой почве, как в других, даже соседних странах. Цивилизованных существуем. Да. И вот это нахождение между западным и восточным миром, оно для нас тоже дало очень многое, потому что мы, имея свою основу вот славянского развития, мы, тем не менее, всегда очень чутко относились ко всем новациям, которые приходили к нам от наших соседей с юга, с запада, и передавали это всё, начиная с 17 века в основном, в Россию. Русские цари с большим удовольствием принимали наших людей, которые могли что-то хорошее дать в области культуры и России. Учили наши российские. Не только, не только. Вот у нас есть ещё книгопечатник «Спиридон Соболь». О нём, вот, кстати, говорят, почти мало. А на самом деле это очень большой подвижник был белорусской культуры, именно славянской культуры. И он в Кутеинском монастыре основал книгопечатню, сам прошёл обучение в Киево-Печерской лавре. Так вот, этот книгопечатник издал первый букварь на территории Беларуси. Вот, к сожалению, о нём мало говорят, но это факт. Здорово. Скажите, пожалуйста, Ольга Николаевна, вот что это даст Ваша работа белорусской историографии? Ну, если даже брать вот сегмент археологии. Ну, что касается археологии, то мы имеем все основания теперь говорить, что археологический источник – это источник абсолютно равный историческому. письменному источнику. Это не просто, так сказать, артефакты какие-то, предметы материальной культуры. И не далее. Но мы на сегодня видим, что это самый настоящий, грамотный, вполне глубокий исторический источник. Документ, можно сказать. Да, который мы можем вполне на равных вот с другими источниками использовать для освещения, реконструкции нашего исторического прошлого. А Вы будете продолжать археологические исследования? Ну, как Вы думаете, если я с ними занимаюсь 46 лет. Но понимаете, тут тоже дело случая. Вот последняя археологическая находка, да, про которую Вы нам уже рассказывали, это же дело случая. Кардон, ну, он дело случая с точки зрения, что памятник именно этот. А с точки зрения методичного исследования проблемы, это не дело случая. Это всё в строку становится. И в конечном счёте, конечно, мы будем разрабатывать эти вопросы всё глубже, шире, более фундаментально дополнять сведения. Мы сейчас, вот мы в 16-м году издали двухтомную книгу «Славяне на территории Беларуси» в догосударственный период. Мы параллельно ведём несколько тем, которые одна с другой смыкаясь, работают на общий наш фундамент истории. Ну что ж, Ольга Николаевна, вот эти 30 минут эфира пролетело как одна минута. Спасибо за интересный разговор. Жаль, что к нам не дозвонились люди, но я думаю, что они увлечены были Вашим разговором. Поэтому им всё понятно. Истоки нашей государственности в 9-18 веках, именно на Полоцкой и Витебской земле. Спасибо большое. Вам спасибо. А я нагадаю слухачам, что сегодня актуальный микрофон привели Вольга Сямашко и Алена Швайко. До встречи.